Бетонный забор в два ряда. С той стороны колючка. Об этом заведении знает, наверное, абсолютно каждый трудный подросток, проживающий в Пермском крае. Ведь когда ребенок совершает преступление, по сути у него есть всего два пути. Либо на зону, либо в лучшем случае сюда, в Очерскую специальную школу закрытого типа. Истории у этих молодых ребят как под копирку. В начальной школе начал воровать. Затем первый, можно сказать, срок в Центре временного содержания несовершеннолетних. Затем второй, а потом по решению суда мальчишки попадают сюда. Страшно было, что один, три года еще здесь отбывать. Не хотел ехать. Сначала сбежать хотел. Потом что-то передумал. Ребята говорят, что только здесь осознали всю глупость своих поступков. Ведь в большинстве своем у них вполне благополучные семьи. Просто у моих сверстников было что-то, у меня этого не было. Завидно было. Еще лет десять назад, попадая сюда, подростки, можно сказать, делали первый шаг на зону. Но время и подходы изменились. Дети сюда идут, ну, так скажем, не криминализированные, они, так скажем, трудные подростки. Поэтому мы им помогаем встать на ту дорогу, как говорится, развить свою личность. И выйти отсюда достойными гражданами. Пару лет назад здесь к тому же появилась секция «Юный спецназовец», которую возглавил бывший военный участник боевых действий Алексей Кожевников. Вот он. В захлеб рассказывает, как радуются его выпускники, когда добиваются желаемого. Говорят, я получаю повестку, и у меня категория А1 написано. Спецназ ГРУ мне военком сказал. Я просто, ну неужели, неужели все складывается. Теперь это не просто воспитанники спецшколы закрытого типа. Это юнормейцы. У каждого мечта после выпуска сразу отправиться на службу в армию. В спецназ. Кто-то легкий, ничего не понимал раньше. Воровал, ходил. Из дома бегал. Родителей не слушался, не учился. А сейчас я совсем другой стал. Ну а если военная карьера не сложится, то всегда есть альтернатива на гражданке. Ведь ребята, выпускаясь отсюда, получают еще и сразу несколько рабочих специальностей. Ритис Бараускас, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова